Итак, дорогие друзья, программа ПРОВЕРИМ на Косточево 7 в пятом подъезде. Вот новенький там за моей спиной лифт, прям красочкой пахнет. Видно, только установили, только начало ездить. И вот жительницы, что нам рассказали, что здесь происходило до того, как мы здесь появились. Просто вот расскажите, как долго меняли лифты, что вообще происходило? Три месяца ходили в школу на 10 этаж с детьми. Маленький ребенок у нас, которому три годика. А вот это, я понимаю, техническое помещение? А почему открыто оно? Сделано в открытом состоянии. Оно же, по-моему, должно быть закрыто. Должно. Ну-ка, давайте посмотрим. То есть любой человек, а там, в общем, все срезано. Подождите, подождите. Вот все срезано, все открыто, заходи, что хочешь, что и делай, да? Понятно. Ну, вот так вот содержит технический свидетель. Итак, три месяца меняли лифты, да? И мы даже не знаем, кто, что узбеки придут. Нерусский. Нерусский, во-первых, вечером. И, ну, если идешь, они там, когда будет лифт работать? Сначала говорили, вот он было, висел до 20 декабря. Это изначально висело объявление, мы радовались, ладно. Потом сорвали это объявление, все, опять они там. И именно поздно, вот приходили поздно, что-то постучат, немножко где-то. Узбеки? Узбеки. Ну, не русские. Ну, не русские. Не русские. Не русские. Да, постучат, чего-то, что-то. Когда сделают? Скоро. Скоро, ладно, опять идем. Скоро будете сумки за... Ну, на самом деле, тяжело будет. На 10 этаж с сумками, вот уже и ноги, и все. Ладно. Потом, значит, как-то опять все у них открыто. Когда лифт? Я вот первый день. Значит, я не работал. То есть, понятно, привязочку я сейчас сделал, что это 10 этаж. Что скажешь? Снимают на втором, а говорят, что 10 этаж. Нет, 10 этаж. Вот. Ну, не говоря то, что здесь вот было. Ну, не, вот вы расскажете по порядку. Придут, постучат. И все. Мы даже их не видим, что вот где-то что-то они вот делают. Немножко вот так вот что-то сделают. Смотришь, опять уехали. Все. Мы как-то вот так вот. Только спрашивали, допустим. Так вот, вот смотрите. Вы сказали, 20 декабря. Должны были сделать. А фактически? Ну, вот мы еще. До сих пор вот вчера. Вчера лифт не работал. Сегодня, правда, я поднималась. Вчера это, то есть, накрещение. Накрещение. Сын старший шел уже пешком. Это было часов в 9. И днем, и днем. Так что мы пешком. Мы не знаем, работает вообще лифт. Можно на нем ездить или нет. Ну, я рискнул, проехал. Если не доеду, считайте меня коммунизмом. Нет, ну, дело в том, что... Погиб при исполнении служебного долга. Нет, ну, нам надо так, чтобы лифт постоянно... Я сумки набрала, они сказали. 15-го числа будет работа. Вот 15-го, не дворя. Это опять же. Уже через месяц. Ну, понятно. Да, да, да. Опять узбеки. Вот завтра, значит, прием будет. 14-го, 15-го будет работать. Я иду опять с сумками. Я говорю, лифт будет работать? Молчат, главное, они молчат. Молчат. Да вот, нет, еще там... Ну, еще на неделю. Я говорю, какой отнем работы? Ну, где-то на неделю. И вот на неделю. А вот начальство. Начнем с этого. Вот когда вот это было... Стоп, стоп. Вот такой вопрос я вам сейчас задам. А вообще начальство-то появлялось, кроме вот этих вот? Начальство, я не знаю. Я сейчас вам объясню ситуацию. Когда я пришла с ребенком домой, и вот это вот все, вот лужа, вот это вот все, мы вот так вот здесь вот встали, здесь. И как пройти? Потому что вот это... А тут лужа была все, да? Все в масле. А, в масле? А, вот вы видите? А, вот это вот. Да, это все еще не оттерто. Все в масле. Ага. Вот. И вот это... Потом я стала... Мазут. 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 Вот такое. Вот здесь все. Все это зависит. Вот именно... Вот видите, это вот я еще мыю. Мы мыли уже после... То есть вы мыли, не они? Нет, сначала... Нет. Вот эту лужу они растерли. 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 Вот как, наверное, растирали, непонятно чем. Вот здесь, вот здесь. А масло просто потекло. Вот здесь, вот здесь этот мотор. Долго был мотор. Видно, они оттуда. Ну, конечно. И это не только в нашем подъезде. Это еще вы можете зайти в подъезд шестой. Я сейчас даже позвоню. Вам тоже выйдут. Вам тоже самое. Там еще хлеще. И вот так вот все в масле. Вообще. Масло или что это? Это было все растерто. Как это все, наверное, убиралось? Вот так вот. Наверное, сколько? Неделю, да, лежали штаны. Ну, это было... Непонятно скучные. Правда, правда. Вот это все вот так, это все здесь было. Вот. Когда вот это все было, я звонила во все инстанции. Куда только можно. Пока... Сначала в ЖЭК. ЖЭК. ЖЭК, главное... Это не наше. Это книга. Нет, это не книга. Мы вышли и на начальника. Я посылала фотографии какому-то начальнику. Вот. И в итоге, в итоге, поздно-поздно ночью, да, уже, вот это стали все... Вот это, да. Все-таки тоже люди национальности не русской. Здесь работаете, да? Да. Кем? Лифт, лифты, заменяете лифт? Да. А работа когда здесь будет закончена? Здесь? Да. Два дня назад. Еще два дня надо будет? Два дня назад. Два дня назад уже все? Уже закончили. Вы все закончили, да? А почему после... А как, стоп, 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 а как ваша организация называется? Организация? Да. Организация. Хорошо, организация Узбекистан называется, да? Да. А у вас начальника как их зовут вашего? Юра. Что надо сейчас? Что проблема? Проблема, что жители очень недовольны. Почему они там не работают постоянно? Вот вчера... Что, лифт опять не работает? Да. Так, по песню. Пошли. Вот представляете? Вот. И так вот без конца. И что дальше? Вот. И вот так вот сюда идем вечером. Вот так вот что-то вот так вот. Потом внизу еду. Ну что ж, дорогие друзья. Как сказал представитель компании Узбекистан, два дня назад лифт работает уже, а мы потихонечку пешочком спускаемся. Хорошо, что спускаемся, а не поднимаемся на 10 этаж. Как я не застрял, пока поднимался, удивительно.